ну кстати вот такой конечный результат получился мангал барбитка удалось очень удобная вот эта штука тот лук который в котором замачивается шашлыки он всегда пригорает а если его бросить вот на такую сетку и положить в мангал рядом положить мясо сверху на мясо эту сетку закрыть он марин он подвяливается и становится вкусным не подгорает вот если кинуть на такую сетку на сюда или на барбекю он выпадает обыкновенная нержавеющая сетка не знаю где-то кусок постукал в него молотком он стал вот таким вот такой штукой эти ушки не нужны просто такой кусок был у меня так уж получилось и он внутри у меня его можно печь ручку сделал из вот такой ножки от какого-то стула деревянного старого очень удачно потому что очень крепкая ножка от старинного стула и вот такая конструкция мне нравится потому что в нем очень удачно не под капчу не коптится не горит а именно печется можно сказать мясо особенно ну когда вы ложите закрываете огонь перестает гореть и он чисто томится такой конечный результат тем более что как я и говорил я решил не убирать вот эти трубы а просто в белков повесил и из подставка внутри это круглый лист металла которым я просто на штрикал отверстий а круглый лист металла я взял как раз из той обшивки которая железная и была на бойлере верхняя часть она такая тоненькая и теперь прогорать будет именно она на ней лежит основная тепловая нагрузка когда я там распаливаю дрова когда она прогорит я его выкину поставлю туда новый ну а этот металл не будет прогорать потому что будет прогорать ну вот первый слон ну а дальше как это все делалось сейчас пока хочу показать как можно сделать интересное барбекю из вот старого уже облезшего бака для больного что нужно сделать у меня есть разные варианты такая самый лучший барбекю это вот просто огонь но для того чтобы была крышка закрывалась можно было так немножко про капчевать можно так сказать то я хочу сделать из вот такого вам нужно болгарка чтобы вдоль по кругу разрезать это может быть любая болгарка даже маленькая потому что толщина реза небольшая ну вот после разрезания получаем вдоль и вот так обыкновенный строительный нож и вот вдоль так прочухал и теперь эту часть скорее всего можно отделить единственное что у меня здесь два винта откручу винты но здесь тоже в принципе хорошо отходит здесь сделал прорезь сначала мне было идея кольцом вытащить но она будет сложно вытаскиваться а если вот так еще прорезать но легко все и теперь следующий этап даже не буду закрывать дырку сделаю решетку например из арматурный арматуры десятки сделаю решетку для того чтобы можно было мясо ложить на решетку мы упор и чтобы эту решетку можно было снимать одевать приварю несколько упоров для установки решетки но вот эти вещи надо просто вырезать это входы входы воды их отрезать но для начала нужно избавиться от второй части от утеплителя почему потому что ну при нагревании она будет гореть в принципе сама вторая часть не помешала бы наверное но если бы без утеплителя а утеплитель будет плавится убираем лишнее и теперь изготавливаем решетку а из этой части сделаем на нее крышку для того чтобы можно было мясо накрывать мясо овощи и тогда они еще и плюс подкапчиваются разжарилась положили мясо накрыли и оно так как в печи тогда получится уже я в процессе изготовления смотрите убрал я все-таки и с этой стороны утеплитель весь и с этой стороны утеплитель и отрезал здесь уже нашел гаража вот такой завес подогнал его по всей поверхности и приварил решил не отпиливать вот эти трубки а просто забил кол забил трубу дюймовую в землю и вот так вот повесил на него мангал на эту трубу мангал теперь во-первых крутится но это как или временно или постоянно тут останется и просто насадил на эту трубку повесил и у меня вот так получилось что дальше нашел хозяйстве у себя проволоку она гнется в тисках потихонечку согнул кольцо вставил внутрь сейчас она еще просто не закреплено ни за что просто плотно вставил порезал арматуру нашел у меня поперечина на винограде было были снял но туда что-то другое поставлю приварил вот еще не доварил не хватило пару штучек еще нужно до 2 или 3 штучки не нашел великоват наверное это 12 наверное мне кажется 10 восьмерка сюда вполне таки подойдет может быть переделаю даже в принципе только для больших кусков что еще я из смотрите вот сюда на дно положил еще один лист круглый лист здесь будет гореть дрова и будет проживать этот лист соответственно вот эта поверхность останется но прогорит не прогорит будет прогорать вот когда она прогорит я просто что-нибудь еще другое поставлю откуда я взял этот лист но с корпуса тут же была теплоизоляция и верхний декоративный с него отрезал верхушку снизу она с дыркой сверху было и и полностью прогнившая а сверху было плюс-минус целое вот я его сюда отрезал болгаркой и кинул сюда тут еще мне кажется нужно насверлить побольше отверстий чтобы смотрите получается здесь общая большая дырка дальше здесь вот этот второе дно и она как раз будет воздух распределяться по второму дно и если там будут дырки ну скорее всего или просто отверстия дрелью или по прожигаю дырки сварочным аппаратом собственно что я хочу сделать еще ручку хочу сделать чтобы да и но и суть мангала в чем именно этого как бы барбекю можно положить мясо разогреваем жар ложим мясо и потом плотно закрываем и она томится во первых томится во вторых немножко такое но типа подкапчивается дымком берется горячая очень горячее копчение небольшим дымком он такое покрывается коричневым налетом и для того чтобы закрывать открывать нужно ручка вот у меня такая интересная палочка осталась это стойка от деревянной стул когда-то был стул деревянный вот от него остались еще запчасти может быть даже взять вот эту полукругу кстати тоже полукругую будет трудно закрепить и вот одни ножка передняя ножка это задняя ножка что я хочу я хочу собственно ну а ну просто такое из какого-то материала сделано плохо не и сейчас отрежу внутри просверлил отверстие вставлю проволоку потом проволоку согнул и здесь приварю с двух сторон не будет такая ручка деревянно в принципе можно и вот так вот железную оставить тоже как вариант неплохо железная ручка сюда на ручку что-то вешать можно будет там допустим шампура можно будет вешать но я подумал просто если ручка будет железно она может быть будет нагреваться хотя крышка не так сильно нагревается но все равно может быть будет нагреваться а деревянная конечно же не будет до такой степени чтобы сгорать но просто при 60 градусах уже не возьмешь рукой дерево при 60 градусов нормально себя будет чувствовать я сейчас отрежу просверлю и вставлю не арматуру одну обыкновенную проволоку такой легко не было и будет вот так открываться закрываться ну собственно все вот такое устройство можно сделать самостоятельно из уже утиль это прогнивший бак тут прогнил насквозь и уже не подлежал ремонту ну вот такая такое изделие из него можно сделать мне кажется очень даже удачно буду ли украсить я не знаю конечно если не покрасить он весь поржевеет но если покрасить краска все равно обгорит и все равно поржевеет рано или поздно но поэтому я подумаю что я буду сделать ну вот такой себе такое себе барбекю в принципе мне кажется очень даже неплохо чуть-чуть не заделанный ну мне кажется неплохо повторяйте и фантазируйте как вы уже